димсамы одно из самых популярных блюд кантонской кухни и сегодня хочу показать вам не просто домашний рецепт а навыки ресторанного уровня после просмотра этого видео я обещаю что каждый из вас сможет приготовить также вы на канале по ушам я ильзат малик поехали димсамы употребляются как в широком так и в узком смысле в широком смысле димсамами могут называться любые виды китайских пельменей саузы баузы вантоны и даже спринг роллы иногда называют димсамами в узком смысле димсамы это отдельный вид пельменей из крахмального теста как раз таки сегодня друзья мы приготовим прозрачные пельмени в качестве начинки может выступать мясо курица морепродукты но главное наличие овощей так друзья димсамы обретают по-настоящему интересный вкус здесь очень важно нарезать мелко овощи а также грудку для того чтобы не разрушить текстуру из крахмального теста да потому что тесто достаточно нежно но об этом мы поговорим немного позже вот таким вот способом мы шинкуем все наши овощи друзья теперь нужно слегка присолить добавляем немного соевого соуса и немного сахара дальше все это делаю размешаю а вообще димсамы это очень вариативное блюдо без канонов как хочешь так и готовишь даже тесто в некоторых провинциях умудряются готовить по-разному но главное чтобы тесто было тонко и прозрачно и так друзья что нам понадобится для теста безусловно это картофельный а также кукурузный крахмал смесь крахмалов придаст пышность также эластичность нашему тесту тесто мы завариваем на крутом кипятке и все это дело нам нужно будет заварить вот это поворот друзья такого я точно не ожидал ладно значит обязательно возьмите качественную лопатку чтобы она у вас вот так не сломалась друзья тесто очень горячая поэтому предлагаю вам одеть перчатки когда масса будет более-менее однородная начинаем вымешивать уже на деревянной поверхности сейчас на данном этапе я уже вижу что тесто у нас достаточно эластичная не разрушается в общем с тестом нужно будет поработать буквально 5-7 минут затем убрать это все в пищевую пленку и тесто будет готовым я предлагаю вам несколько вариантов раскатывать тесто то есть либо мы идем по тому же принципу как готовится в нашего уйгурской кухне да мы давим на одну сторону перекатываем на вторую давим на одну перекатываем на вторую я сейчас утрирую да с точки зрения техники если вам тяжело вы можете попробовать раскатать тесто как раскатывают классическим способом китайцы то есть прихватывают левой рукой или правы до зависимости от того правша вы или левша значит одной рукой вы катаете другое все время в движении переворачиваете то есть помогаете тесто делать вот эти круговые движения выглядит этот способ примерно вот так я не скажу что это плохие как бы техники они все по-своему хорошие поэтому все зависит от вашего уровня мастерства от вашего опыта поэтому пробуйте пользуйтесь дальше все как говорится по классике мы стряхиваем лишнюю муку давайте уже перейдем непосредственно к лепке наших замечательных димсамов значит мы добавляем небольшое количество фарша и и с одной стороны делаем защипы сделали небольшой защит и уже по этому защиту идем собираем шов чтобы шоу был красивым мы стараемся не только верхнюю часть зацепить да а полностью как говорится до низа да вот у нас вниз мы стараемся зацепить и нижний край вот таким вот способом тогда у нас димсамы будут по настоящему красивые друзья давайте закрепим еще раз делаем защип и по этому защипу уже идем итак друзья мы закончили слепка димсамов и самое время их отварить димсамы принято отваривать исключительно на пару десять минут и они уже готовы пойдемте итак друзья тем самым у нас готовы они получились на мой взгляд очень красивые прозрачные конечно здесь вы можете варьировать а если тесто сделать по 8-10 грамм прозрачность будет просто зашкаливать здесь я предварительно сделал соус на основе соевого соуса и китайского уксуса значит мы макаем димсамы картофель морковь все достаточно нежно тесто очень такое необычное на вкус ближе знаете к фунчозе друзья мне очень нравится получили сочные прямо острые за счет того что я добавил небольшое количество молодого красного жгучего перца потому что я люблю острую пищу там уже как говорится на ваш выбор давайте подытожим пельмени реально вкусные готовил бы я это каждый день наверное нет друзья потому что здесь очень такое запарное тесто с нашей пшеничной мукой достаточно просто приготовить даже если ты нифига не поводом натяп-ляп сделать тесто и приготовить пельмени или там с димсамами же такой момент не прокатит здесь у тебя должно быть четкое понимание как приготовить тесто должны быть четкие громовки без этого ну ничего не получится друзья я настоятельно рекомендую от начала и до конца пересмотреть это видео внимательно потому что если вы посмотрели перекрутили главные ключевые моменты в приготовлении теста и после чего вы начнете писать комментарий что он не получилось поэтому смотрим видео записывай и только после этого пробуем приготовить димсамы рецепт рабочий то что они реально вкусные я вам это гарантирую друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делайте репосты для вас это не сложно а для меня друзья это очень приятно всем большое спасибо с вами был я из затмарик увидимся в новом выпуске слушай но эти пельмени реально бомбически я прям вот ем фарш там очень вкусно чувствуется вот мясо и каждую овощи вот это ребята просто шедевр обязательно подписывайтесь на канал прожимайте колокольчики так звук рук всем спасибо всем пока